Доброе утро, зрители StopGame.ru! В эфире Инфакт с легким налетом ностальгии. Вот вспоминаю я, как прошлой весной вчитывался в нашу новостную ленту. И если там встречались заметки, посвященные грядущей Е3, то брал их в выпуск первыми. Пора уже и 2020-му начинать кочегарить перед очередной выставкой. Да вот только та оказалась под угрозой. И вы уже понимаете, почему. В Лос-Анджелесе было объявлено чрезвычайное положение. В округе зафиксировали 6 новых случаев заражения коронавирусом. При этом в США в целом на данный момент зарегистрировано 11 смертей от новой заразы. Пока что никаких ультимативных предписаний со стороны властей в отношении массовых мероприятий выдвинуто не было. Ну и сами организаторы из ассоциации ESA, само собой, не делают никаких громких заявлений. Просто мониторят общую ситуацию через центры по контролю и профилактике заболеваний и держат руку на пульсе. Естественно, они не хотят отказываться от выставки. Как, наверное, и все мы. Но... Но вы поняли, риск отмены есть. Отвлечемся на приятное. Хотя... Все же любят Сайлент Хилл, но, наверное, не все любят VR. Однако, любопытно было бы представить знаменитый хоррор в новомодном формате, не правда ли? Вот и народный мастер, публикующий свои работы под ником Хулопи, так подумал и сделал концепт-трейлер, снятый, как выразился сам автор, почти в реальном времени через блендер. Адаптирована была вторая часть, из которой перекочевали не только сцены, но и ассеты. В ролике есть вступление в туалете, первое столкновение с монстром, выуживание ключа из сливного отверстия, побег от пирамиды Голового и одна из встреч с Эдди. Ссылка есть в описании. Имейте в виду, что ни о какой играбельной версии речи не идет. В отличии от Half-Life Alyx, возможно, кто-то до последнего не верил, что все это не злой розыгрыш поехавшего Габена. Ваши сомнения должны быть отметены превью версии игры, в которой можно прогуляться по двум локациям. Это переулок в Сити-17, откуда открывается вид на недостроенную цитадель, и лаборатория Рассела, этакий сейф-рум для Alyx. Пробники доступны для скачивания через домашнее пространство SteamVR Home. Valve предупреждает, что качество графики и уровень интерактивности в полноценной игре будут выше. А превью это так, с окружением познакомиться. Пришла пора спонсорского сообщения, отчасти несущего лично для меня ностальгический оттенок. Вспоминается передача Modern, где я бывало рассказывал про Crowfall. Игра за прошедшее время подросла, окрепла и уже готовится выходить из пре-альфы. Козыряет это MMORPG следующими особенностями. Очень гибкая система развития персонажа. Игрок сам строит свой билд, а на выбор есть 12 рас, 11 классов и тысячи комбинаций активных и пассивных умений. Отчего будет зависеть и ваша роль в игре. Можно подобрать себе деятельность максимально по нраву. В Crowfall постоянно появляются и исчезают новые миры. И каждый отличается от прочих правилами, ландшафтом, соперниками и прочими условиями. А за разработку всего этого отвечают профессионалы, уже набившие руку в жанре. Потрудившиеся над EverQuest и Star Wars The Old Republic, например. Если заинтересовались, то спешите кликать по ссылке из описания и устраивать личное знакомство. А еще приходите на завтрашний стрим Crowfall. Мы с Ваней тоже решили узнать игру получше. Как только все убедились в том, что новый шутан от Riot Games Valorant будет распространяться по условно-бесплатной модели, естественным желанием стало побольше узнать про донат. У авторов большие планы на покорение киберспортивного сектора, да и источников дохода хватает, так что вряд ли они станут излишним ошнить. И это предположение подтверждает материал с сайта Polygon, разузнавшего подробности. Да, игрокам предложат косметические вещи, но ни один платный предмет не даст геймплейных преимуществ. За донат можно приобрести скины для оружия и граффити. Дополнительных скинов для самих персонажей на старте не будет. Авторы считают, что пользователи должны научиться моментально определять, какой герой мелькнул где-то там за углом. Впоследствии одежка, вероятно, появится, но на узнаваемость она не должна сильно влиять. Косметику раскидают по внутриигровому магазину и боевым пропускам. Лутбоксы не завезут. Геймер всегда будет знать, за что он платит. Вот такие радужные перспективы. Напоминаю, запуск Valorant намечен на лето 2020-го. А сегодня пятница же. Косари же. Причем немного грустные, потому что последние. Да, мы прекращаем ритуал символического вознаграждения наших творцов. Однако продолжим регулярно выводить выдающиеся блоги на главную, а может быть даже когда-нибудь экранизировать, как однажды уже случилось. Болевым решением крайними косароносцами были назначены Форрелд, продолжающие выпиливать свою монструозную историю серии «Алтима» на повестке «Восьмая игра» с подзаголовком «Пэйган». И Катиан, клинический психолог, попытавшийся в контексте своей деятельности проанализировать те крупицы информации, что доступны сейчас по новым играм «Нинджа Фиори». Это Сенос Сага Хеллблейд 2 и Проджект Мара. Спасибо авторам, просьба обратиться ко мне в личку на сайте за вознаграждение. Ну и напоследок, Ghost of Tsushima наконец-то обрела дату релиза. Sony внезапно, без этих вот презентаций тизеров анонса, вместе с публикацией сюжетного трейлера объявила о том, что самурайский боевик станет доступен 26 июня. Помимо этого были представлены всевозможные издания игры. Четыре физических и два цифровых. Все подробности и перечисления ищите на нашем сайте, я же в качестве затравочки покажу коллекционку. Раз, два, три. Все, теперь айда по ссылке на stopgame.ru. А ссылок, как обычно, хватает. Есть и та, что приведет вас к нашему авторскому свежачку. Иван Лоев разразился аналитическим видосом на тему связи между сериалом «Мир Дикого Запада» и видеоиграми. Приятного просмотра и отличных выходных!